Субтитры делал DimaTorzok 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 Это первый факт. Второй. Ханбек сегодня, если ты помнишь, его последний бой прости Тьякова. Если честно, он мне там показался прям нереальным монстром. До этого Ужас Искараев, Фаниль Рафиков. В тех или иных боях, у него, да, бывает такое, он может быть плохо подготовиться. А, готовится он всегда хорошо, как-то морально. Есть такой барьер какой-то определенный, но если он хорошо настроится, я больше, чем уверен, что его подготовка сегодня, наверное, на самом хорошем уровне, этот боец задаст проблемы многим бойцам. И тут же не исключение Нариман Аббасов, да. Я думаю, достаточно конкурентный, хороший поединок появится, получится. И сегодня Ханбек, если брать, допустим, рейтинг этого весовой категории, это вот тройка самых таких сильнейших бойцов. То есть это один из них Фаниль, Мага, и тут Ханбек. Вообще у меня Ханбек в идее был, что, допустим, еще один бой посмотреть и с Магой свести их, то есть посмотреть, да. То есть у Маги такого типа бойца еще не было в соперниках, да. То есть физически крепкие, нестандартные, в движениях вообще непонятно, как, что. Но в Найзе Ханбек провел около десяти боев и дрался с такими именами, как Худжас Искараев, Тюьяков, Фаниль, Рафик и многие-многие другие. И во всех боях он всегда выходил ярко, красиво, и во многих из них, большинство из них, он победил. Я правильно понимаю, что ты тоже его готовил на турнир, который хотел в Кыргызстане сделать. Что же, есть планы провести турнир в Бишкеке, и как раз кыргызский боец в Кыргызстане – это хорошее отношение. Ну, однозначно, с кыргызами же у нас история такая, она глубокая. То есть если по боям идти, одно время в NFC было так, что многие бойцы были из Кыргызстана. То есть приезжали, дрались в основных боях, главных боях Кыргызстан, Узбекистан, то есть ближняя зарубежная. Но это не значит, что там они типа наши соседи, нам проще их завести. Действительно, в СНГ конкуренция с кыргызами, она очень хорошая для казахов была. То есть как для казахских бойцов, так и для других. В Кыргызстане достаточно, она такая культура, ММА, наверное, даже, как тебе сказать, раньше, чем у нас началось все это. То есть у них проходили бои в ООШе, там многие наши бойцы ездили туда драться. Многие имена сегодня раньше зажились благодаря вот этой движухе, которая в Кыргызстане. Я вот ездил в Кыргызстан, и знаешь, как бы первый раз, когда поехал, было холодно, не совсем понравилась мне страна. Во второй раз поехал, теплее стало, и он мне чем-то Алмату напоминал, там знаешь, как бы действительно почки, там тепло на улице, такое природа хорошая, там горы, мы в горах были, кушали. И нафкнулся на UFC джим, я был поражен, честно скажу. Мы вот в плане ММА чем-то можем говорить, но такой бренд, как UFC, зашел туда. Ну, видимо, через Валентина Шевченко. Ну, скорее всего, но как бы о чем это говорить, что развитие в ММА в Кыргызстане достаточно на хорошем уровне, если так взять. Просто многие бойцы разъехались и где-то там находятся. Ну, тому доказательство, это Валентина Шевченко, она шесть раз или семь раз защищала свой поезд, за пять раз, да? Нет, она защитилась семь раз поезда, вот у нее была восьмая защита. Да, на восьмой защите проиграла. А так, в целом, мы на хорошем уровне, и хорошего уровня бойцы сегодня, те или иные лиги, они там присутствуют. И у нас там в UFC, в боссе-монголах был там ACA, ну и по миру, да, там. Перед тем, как... Какая камера моя? Перед тем, как продолжить обсуждение карта, стоит сказать, что мы в прямом эфире. Если вы нам не верите, то мы вам это докажем, потому что будем отвечать на вопросы, которые вы присылаете нам в чат. Это мы будем делать под конец эфира уже, так что, если у вас что-то есть интересное, вы сейчас пишите, мы потом все постараемся посмотреть и на лучшее, и интересное из этого ответить. Вот, а так мы продолжаем пока что обсуждать карты, когда мои вопросы закончатся, приступим к вашим. По поводу карты Басилтанов-Шамилов в силе, потому что тоже была информация о том, что Шамилов может выступить в другой лиге, в итоге этот будет все главный бой, правильно? Нет, они к нам обращались, что хотели и здесь, и там выступить, но я говорю, ну, где хотите, можете выступить, но главное здесь подраться, а потом уже дальше посмотрите, это у Рала в силе, кажется, они говорили. У Шамилова, видишь, обязательства у Шамилова и ответственность, он чемпион дивизиона, чемпион лиги, и, соответственно, там он выиграл Абдурахманова, бывшую, а, чемпиона мира по ММА, который, кстати, в финале сразился с Анкалаевым, если ты знаешь, в 13-м году выиграл его там армбаром, кажется, и болевым на руку. Сейчас ему предстоит подраться с Тайсултаном. Ну, что здесь, под срывом не назовешь эту ситуацию? То есть нас спросили, мы сказали, ну, не знаю, здесь надо подраться, а потом как бы, мы, видишь, в этом плане мы, как Камиль говорит, мы не работаем на эксклюзив, то есть мы не говорим своим бойцам стоп, если есть где драться, если есть какое-то хорошее предложение, там, сходить подраться, обратно прийти, то есть вообще проблем нету. И в этом плане мы открыты к диалогу. Может быть, когда-то там, в будущем придем к тому, что захотим какие-то там соблюдать моменты, чтобы дрались только у нас, но сегодня там для бойцов, у нас 150 бойцов присутствует, и, допустим, если делать там 11-12 ивентов в год, все-таки там при 12-парном карде всех ты не уместишь в год. И, соответственно, там, ну, то есть как минимум нужно 3-2 раза подраться с пацаном, да, или девчонки. Соответственно, нужно там какое-то время выбирать и давать им возможность там выступать еще где-то. Я считаю, что это нормально, там какая-то коллаборация идет, история там, то, что и говорили про аудиторию смешивается, то есть это интересно. И сейчас этот бой для меня лично и для многих болельщиков ММА, именно любителей, я думаю, как казахстанской, российской, так и чеченской аудитории, это очень интересный поединок. Почему? Потому что Шамилов так дерзко зашел, выиграл у Мурата Абдрахмана. Мурат Абдрахман считался одним из таких сильнейших бойцов, но непроверенных в новом, как говорится, формате на ЗИ, он непроверенный, потому что до этого соперники у него были все-таки слабоваты. Если брать прошлые бои, да, он с хорошими дрался. Имран, он уже подрался, но опять же, как таково, когда ему подбирали соперников, но это веса такие проблематичные, ты же сам знаешь, когда подыскивали соперников, смотрели, не было такого соперника, который там прям конкурировал бы с физухой, да, там, Имран. Ну, ты видел, да, там, железный человек, да, там, Имран. И вот мне интересно, а Шамилов достаточно дерзко влился, и раз он Мурата Абдрахманов выиграл, я думаю, вообще у нас была такая идея, что за поезд могут подраться Мурата Абдрахманов в свое время и Тайсултанов, но они сдружились там на сборах еще где-то и не хотели драться. И, соответственно, я думаю, что если Имран Тайсултанов сейчас с Шамиловым подерется, это достаточно такая интересная история будет. Ну, как раз таки поймем, да, у Шамилова сегодня, он востребован в российском рынке, сам такой видный, не сказать, что начинающий, но, допустим, таких проф, как сказать, в топовых бойцах он начинающий боец, только стал чемпионом, где-то еще подрался, сейчас у него такая вот идет, как сказать, не до конца, может быть, закрепился в этой позиции. И, соответственно, здесь это будет проверка как для него, так и для Имран Тайсултанова. Кстати, еще одно доказательство того, что мы в прямом эфире, я забыл тебя спросить по поводу главного боя. Причина все-таки того, что Фаниль Райвков не выступит в главном бою вечера. Сначала говорили, что травмы, если раскрыть этот момент, есть какие-то подробности того, что случилось все-таки с Фанильом? Вот честно говорю, не созванивался, не спрашивал. Сказали травмы, я был в Америке. Мне сказали травма, я принял это, даже не стал звонить ни тренеру, ни Фанилю. Ну, что поменяешь? Уже ничего не поменяешь. Но если травма, я ему сочувствовал, он это прекрасно знает. Если, не знаю, может быть, что-то другое, опять же, какая-то проблема. Но я больше чем уверен, что Фаниль бы, наверное, не пропустил этот поединок просто так. Достаточно такая серьезная причина. И в любом случае мы ему сочувствуем. Меня спрашивают и с заменой боя Фаниля, и с самим Кардом, да, то, что там восстание не произойдет. Не знаю, иногда вижу, кто-то за голову держится. Я говорю, ну, а чему быть того, а не миновать? То есть, если это должно было произойти, оно произошло бы. Если нет, ну, извините. Мы все сделали лично со своей стороны, мы сделали все, чтобы произошел бой, чтобы произошел тот иван в Астане. Ну, так произошло не по нашим причинам. То есть, есть тренировочный процесс, есть какие-то нагрузки, есть какие-то там организационные, административные моменты, где как бы не получается, ну, что поделать? А просто, знаешь, чтобы развеять какую-то теорию Загоров, которая всегда в комментариях будет создаваться, может быть, стоит там Фаниля попросить какую-то там справку, не знаю, или рентген какой-то выслать, чтобы просто фанатам было проще. Ну, я думаю, да, в принципе, после этого прямого эфира можно там Фанилю спокойно сказать, сделай и отправь там. Ну, я не знаю, насколько это там важно, но лично я, я понял, к чему ты ведешь. Лично я, ну, уверен, что что-то случилось. Ну, я тоже верю в славу Фаниля, просто я говорю, что определенно же, что мои промоушены работают для зрителей, и зрители хотят какие-то подтверждения и хотят знать правду. Согласен? Фаниль. Может, позвоним в прямом эфире? Давай, позвоним. У нас вот сколько интерактива, сейчас будем звонить Фанилю Райвку в прямом эфире, и вы в очередной раз убедитесь, что он прямой. Я пока посмотрю, ты звони, я пока посмотрю, есть ли какие-то интересные вопросы в чате уже. Ты можешь там не понять, кстати. А, ну ладно. Возможно, на казахском, ну, прочитай, да, может быть, что-то знакомо будешь. Сейчас мы проверяем, немножко потерпите, и пока звоним Фанилю как раз. Фаниль? Алейкум ассалам. Как дела? Фаниль, приветствую. Мы пытаемся рассказать нашим зрителям, какая причина снятия боя. Есть информация о том, что у тебя травма, но, знаешь, никакого там рентгена условно не появлялось, и многие уже пишут о каких-то теориях заговора, что изначально там этот бой не планировался, не знаю. Типа мы тебя там спрятали, там, раскрутили бой и так далее, и так далее. Ну, взять всю историю на езде, и Нурбек Агай сам узнать, я никогда не сливался с боев, какие бы причины ни были, и выходил на коротком уведомлении, там бойцы выходили на замену, я принимал эти предложения. Расскажу предысторию. Оставалась, травма произошла, получается, две недели назад, да, две недели назад, получается, уже был крайний спарринг, в понедельник у нас утренняя тренировка была, и работал с молодым парнем, он упал на спину, я как-то особо не обратил внимания, горячий же, и плавающие ребра, кто знает, да, они имеют хрящевую ткань, и, скорее всего, уже тогда был перелом такой маленький. Остыл, показалось, что смогу продолжить, продолжил, и, скорее всего, этим самым все усугубил. С каждым днем все становилось хуже и хуже, сделали рентген обычный, хрящевую ткань, когда ломаешь, рентген не показывают. И потом уже, так как я прописан в Павлодаре, ну, мы решили сняться с боя, потому что, ну, все было хуже и хуже, уже даже дышать не мог нормально, ходить не мог нормально, стоять долго не мог, и приняли решение сняться с командой, и впоследствии, когда, ну, официальное заявление уже лига сделала, и КТ, специалист, травматолог, ортопед, заключение читаю, сейчас вам прочитаю, заключение, при осмотре грудная клетка правильной формы, ничего не повреждено, заключение он поставил, сейчас скажу, скажет здоров, скажет здоров, диагноз основной закрытый перелом хрящевой части одиннадцатого ребра справа, одиннадцатый, двенадцатый ребро, это у нас хрящ, ну, такие плавающие ребра, если у тебя эта бумага присутствует, ты ее тоже там, ты ее выставлял в скрине где-нибудь? ее выставляли все, я ее выставлял, я могу скинуть Миши, все, все, Миши скинь, а то это он спрашивает, смотри, есть вопрос, сейчас я Миши дам, поговорить с ним, спросить хочешь? да, да, Михаил, фаниль, еще один вопрос у нас есть, вообще мы в прямом эфире, и как-то странно, что мы разговариваем с телефоном, а не с Нурбеком, но в любом случае еще один вопрос есть, смотри, выступит уже скоро Нариман Абасов, изначально действительно раскручивался бой между вами, если Нариман останется в лиге, я понимаю, в принципе, Нурбек с ним про это тоже говорил, что он может провести два боя в лиге или три, то через сколько ты сможешь вернуться, чтобы все-таки вам сделать противостояние? Ну, я думал, к лету вообще вернуться, после месяца Рамадан, вот, кстати, тебе документ скидываю, и если это в силу, в силу же, в силе все, если сохраниться, я только за, и хотелось бы провести уже в Алмате этот бой, потому что все ждали этот бой в Алмате, ну, так получилось, что, да, там, провели его, ну, хотели провести в Астане, но в основном вся публика будет в Алмате, и весь коз там, будет собираться там, и если это все в силе будет, потому что сейчас, в случае чего, да, там, Нариман, я думаю, продолжит двигаться в своем направлении, и в этом его никто не сможет обвинить, потому что, ну, грубо говоря, в этом положении я подвел в лигу, да, ну, из-за своей травмой. Но если это все в силе будет, то это указа. Кто упал ему на спину? А кто, что за молодой парень, Нурбек хочет его найти и с ним поговорить серьезно? Какой он молодой парень? Который тебя травмировал? Осланчик молодой. Видимо, да. В Найзу ему вход закрыт. Ладно, это шутка, это шутка. Ну да, еще и Фанилья победил. Ладно, это была шутка. Фаниль, здоровья тебе, давай восстанавливайся. Ждем. Да, я даже показал в камеру, так что потом мы куда-нибудь еще тоже выложим отдельно, чтобы все ребята видели заключение. Все, спасибо. Выздоравливай. Все, давай. Вот такой у нас необычный интерактив. Звонок в прямом эфире. Если у вас есть тоже какие-то идеи, интересные интерактивы, то пишите их в комментарии сейчас. Может быть, потом тоже предлагайте нам, что нам интересно делать, потому что формат новый, прямой эфир. Такого до этого мы не делали. И хотим, чтобы это было интересно для вас и информативно также для вас. Давай вернемся к карду. Мы обсудили главный бой со главной. Что еще интересного ждет нас там? Ну, девчонки. Борисова со спортсменкой из Узбекистана Сабировой. Вот знаешь, как бы в чем прикол? Борисова выиграла Сору. Для тех, кто не знает, это сестра Шавхата Рахманова. Да, сестра Шавхата Рахманова. Сору Рахманова. А ее соперница проиграла в таком равном бою. Весь бой в стойке прошел, насколько я помню. И такой достаточно равный бой был. И скорее всего с победительницей этого боя Сору встретится. Ну, то есть, такая история. И вообще, в женском дивизионе все сложно, как и девчонок немного, но достаточно зрелищно. То есть, я сейчас наблюдаю за девчонками, боями. Борисова из такого, знаешь, как бы девчонки-пацана превратилась в такую девушку последнего социальности. Я быстро скажу шутку, пока просто она крутится у меня в голове. Извини, что переговорю, если бы у Найза был аккаунт ВКонтакте, можно было поставить все сложно. Ну, там статус можно ставить, не знаю, помню, что ли нет ВКонтакте. Все сложно с женским дивизионом. Статус такой. Про женский бой рассказал также Диас Еренгаипов с бойцом из Китая. Диас Еренгаипов достаточно такой сильный боец. Я давно за ним наблюдаю. конечно, менее медийный, чем хотелось бы, но уровня, его уровня, сегодня, мне кажется, в Казахстане в его дивизионе мало кто есть. То есть, он стоит то ли на 30-м месте, что ли, что-то такое. Кажется, он ниже АСУ стоит, вот АСУ до выше него стоит, остальные все ниже него в рейтинге Fight Matrix. Это достаточно такой сильный, серьезный парень с очень такой разносторонней базой, как в борьбе, так и в стойке. И за все свои поединки он всегда, вот мне нравился своим профессионализмом, знаешь, как бы всегда так подходит, грамотно, немногословный. Может быть, это и хорошему, и, как говорится, отчасти где-то нам это и не нравится, что он молчит. В целом парень очень сильный и его соперник из Китая он там в двух или в трех организациях чемпионом был. Знаешь, как бы такой новый ветер задул, именно с Китая бойцов раньше были там пару, один раз, кажется, был с Китая, и то он здесь, в Алматы проживал, а тут прям настоящий китайский боец, за которого реально большая фан-база идет с Китая. И в этот раз мы хотим вообще в целом, чтобы в каждом весе был боицы из Китая. Достаточно много людей, чтобы посмотрели это и интерес был какой-то. И сегодня ММФ в Китае там хорошо развивается, я смотрю. Я так понимаю, спасибо, Жан-Дарбеку, это матчмейкер Лиги Найза, который жил в Китае и учился там. Есть связи какие-то? всех своих затягивает Жан-Дарбек. Жуман Жумабеков это достаточно такой, можно сказать, ветеран. То есть с первого Найзы, он в 2013 году с первого боя удрался. И этот парень подерется, как раз таки, этот бой сорвался с корейцем и дали другого, он на замену вышел вместо корейца. А сейчас эта история продолжится, у Жумана есть чуть такая, ну не буду говорить обида там или расстройство, у него чуть такая неприязнь сегодня присутствует корейским бойцам. Почему? Потому что тот Су Йонг его там что-то оскорбил, там еще что-то, что-то там написал и он хочет продолжить эту историю. Сейчас вот он встречается с одним корейским бойцом, если у него удастся, если ему удастся пройти этого бойца, он скорее всего там попросит бой Су Йонгов. Но там стоит Сула, он даже где-то написал типа если Сула там сорвется, ну не знаю, там по здоровью, я готов за ней Сула. Так же Дастан говорил, кстати. Дастан, да, ну вот уже трое, опять их много, на 62. Так же видел в карте Галам был. Да, Галам ТТ, с африканцем бойцом поделиться и достаточно такая интересная история. Галам у нас один раз выступил, но, как говорится, редко, но метко, яркое выступление и больше, наверное, внимания приковал у моих курдас, мы с ним шутим, я говорю, там больше внимания к твоему. После матча, да? Когда он к пельменю обращался. Да у него все же, по-моему, такие огненные. Да, очень интересные. Тимура, который, Тимур Архангел, по-моему, у него тоже там интересное интервью с ним после матча, про пельмени тоже прикольно. Он умеет говорить, достойный парень, парень из национального вида кокпар. Знаешь, там ребята такие, больше, как бы, сельские, да, образно говоря, но где-то в каких-то местах это как бы стыдно же, типа кто-то говорит там сельский, не сельский, стыдно, а у него это наоборот за силу. Вот это такая неподкупная, сильная сторона, где он там гордится, что он баран, овец, животных пасет. Но это действительно мне приятно, когда вот люди там из-за улов начинают гордиться тем, что он там лошадь пасет, баранов пасет. Это наша культура, это красиво, это круто. Я считаю, что как бы настоящий батыр действительно это они. У него еще смешная фраза, что я самый слабый из казахов. Посмотрите, какие остальные. Самый слабый казах, ягерд. Слушай, а есть какое-то ограничение по весу в бою, потому что я посмотрел страницу от его соперника и там прям тоже такой большой тучный парень. Они 120+, или это до 100%. Но вообще у нас ограничений именно в абсолютке нету. Ну то есть 93 и свыше 93. Вообще галом он боец веса 93. Да, но я так понял, что ему там тяжелее нашли пацана и соответственно он как бы согласился. Знаешь, ну вот чтобы кто бы не говорил про галома, нужно же понимать ему 40 лет почти, он мой ровесник. Так не скажешь, кстати. Да, он пришел в бои буквально год назад. И что мы там требуем от этого парня, который там занимается всего лишь этим спортом? Он чисто дерется там на волевые, вышел там, руками прошелся туда-сюда и все как бы зацепил, зацепил. И соответственно ему на него выходят бойцы, ну не сказать, что там его уровня, ниже уровня, но может быть чуть выше, но соответствующего уровня. Это не профессионалы там с 10-0 или там 7-0. У него самого в рекорде всего лишь один бой, одна победа. это все. Я думаю, что это достаточно так нормально и подраться с одинаковым уровнем ребятами. Ты вводил три турнира назад баттербол, а может еще как раз как пар вести, чтобы на лошадях галам с кем-то дрался. Вообще на лошадях драться наверное нет. У нас аудерспарк есть такая игра, где два борца развиваются голый торс и пояс наматывают. Надо стянуть и борьба стянуть на дну. Знаешь, как бы так, кочевническая игра, казахская игра. Достаточно вроде бы смотришь, грубая сила там поднял, вытянул, там много техник, много хитростей. Когда таз проваливает, вытягивать, вытягивать надо правильно. Я даже сам один раз купился и вышел там. Я думал, надо на соперника идти, вышел там, таз вытащил, меня сразу вытянули. И вообще легкого веса. Почему у тебя база же греко-римская борьба, Да. Причем, греко-римская борьба, но я не минотавр или кентавр, вышел побороться. Ну, достаточно так, интересно. Можно, я вот хотел сделать такие схватки в клетке лошади. Не-не, на лошадях, на поле. А представь. С хорошим продакшном, с хорошим, с хорошим, скорее всего, мы это сделаем. В каких-то, знаешь, таких периодах, во время у Равзы, когда мы бои проводить не будем, что-то такое в виде реалики мы что-то должны сделать. Ну, а ты представь, в клетке лошади и два борца. Я галому бы дал соперника, вот он действительно галому будет, наверное, там себя жестко проявил бы. Очень хорошо. Потому что он в кок-пар играет там и так далее. Многие бойцы, кстати, вот если ты помнишь, а ты не видел, наверное, мы делали сборы во время у Равзы, как раз таки, это было, кажется, хотели снимать там реалити и делали сборы Найза, там участвовали все бойцы. Я помню тогда, знаешь, как бы все такие с осторожностью, типа мы их зазвали, зачем всех? Все думают, что мы, короче, их позвали для того, чтобы там какую-то хитрость, там какую-то технику, за Артим собрали всех бойцов. Это были Тубет, Ярк Нкуеш, кажется, был там еще-еще-еще, Альдар Кудайбергенов. И у всех такое мнение, типа, а вот мы специально их затягиваем, там какую-то, я там слышу, люди не могут принять, не могут понять, что как бы ты это просто так делаешь, да, ради того, чтобы коммунити усилить, ради того, чтобы познакомиться поближе, ради того, чтобы контента отснять кучу, да, все какую-то там, не знаю, вот меня вот это как бы иногда удивляет, все какую-то думают хитрость, а вот он хитрит, он это делает, а на самом деле, идея вот с нашим шефом, общались, он говорит, давай, ребят соберем контента, снимем, то есть, ну, покажем им какой-то определенный слой опыт, они пускай своим опытом поделятся. И вот тогда у нас был Аудерспарк, мы играли, и кукпара играли Аудерспарк, и к моему удивлению, практически 80-90% ребят не умеет сидеть на лошади, вообще. Я сам достаточно недавно, ну, как там, 5 лет тому назад научился, там 6 лет, ну, раньше катался, а вот чтоб скакать, там, еще что-то, и вот достаточно там, с недавнего времени. И мне как бы прям по кайфу, я считаю, что каждый парень, каждый боец должен учиться. Как минимум Аудерспарк играть, ладно, кукпара не надо, опасно. Первая вот игра, это когда борьба, правильно? Ну, шлиф? Первая игра, кукпара, это... Как пара, это с бараной, с козой, а вторая, это Аудерспарк, когда нужно скинуть, скинуть или скинуть с седла второго игрока. И там, как бы такие приколы бывают, видел, не видел, там, в интернете там сцепятся, так что лошадь у того упала, он до сих пор держится, короче, до своей лошади. И пока ты там седла не слил, ты как бы не проиграл. Интересно достаточно? Ну, по крайней мере, зрелищно очень. Я видел видео, где сносят в кукпаре, когда парень наклоняется за козой, его просто сносят другой лошади. Ну да, тяжелый, жесткий. Жесткий. Что-то еще про карт, стоит сказать? Ну, про карт. Олег Ужоев, Олег Ужоев и его соперник, Донченко, достаточно интересный поединок. Таскет, тут от Абасова зашли три пацана, ну, то есть, вместе с ним трое. Я думаю, Азили, Азили, с Таскетом будет первый бой, открывать турнир. И Султанов. Рамин Султанов, хороший бойец. я слышал, да, то есть, хороший поец, я думаю, такой достаточно интересный поединок будет. Пацаны просили вот за Зарлапова, мы там, когда, ну, время мало, искали бойца. И Ильдар Кудайбергенов лично поручился за этого бойца, говорит, что он достаточно такую хорошую конкуренцию, скорее всего, даже может и выиграть. Ну, Шинкай, Саламедин Ула, помнишь, это бойец? Да, это минимальный вес. Кто-то дрался с Багдадом Жубанышем, а второй дрался с Казбеком Сагом. Шинк, с Казбешем? я с Шинкай все время говорю. И этот, кто-то меня даже хейтил за это. это вот эти двое. Исатэй Арман, хейтери наши. Ладно, меня тоже успели. Ничего страшного. Да, Шинкай. Я почему-то где-то один раз услышал, он мне вот такая, где-то услышал один раз и запомнил. В целом, я хочу обратиться к нашим болельщикам, то есть не стоит переживать, все будет нормально. Мы все-таки, иншаллах, проведем этот турнир. И знаете, в истории Найзы было много периодов, когда вот я даже Миша тебе рассказывал, не рассказывал. Вот у меня было так, я в Актау, я ни один турнир не помню. Вот сегодня мы 50-й турнир Бьются Аллах проводим, да, будем проводить. Я ни один турнир не помню, который проходил беспроблемно. У всех были проблемы, у каждого из турниров. А еще до этого я сколько мероприятий провел, будучи на посту главой управления спорта, будучи на посту главой федерации, там, полюбителем. То есть, в целом, в общем, в общей сложности в моем бэкграунде проведенных около 1000 мероприятий спортивных. И всегда, когда я проводил мероприятия, всегда какое-то но появлялось. Почему? Потому что это живой организм, ивент, это живой организм, когда он двигается, живет. Я вот тебе один случай расскажу. Был такой случай, я историю Будулая не знаю, как я Бактал приехал, ни квартиры, ни денег, короче, мы там жили сюда-сюда, и у меня братишки были. В свое время эти братишки вместе со мной на квартире жили, и они мне впоследствии занялись бизнесом, и вот представь, сейчас они там строят крупные билдинги, здания, сейчас это достаточно такие, можно сказать, одним словом, олигархи назвать этих ребят, красавчики вообще, ребята, молодцы. И когда они там построили один жилой комплекс, они мне одну квартиру подарили там. Ты слышал эту историю? Мне квартиру подарили двухкомнатную, я счастливый там, жене говорю, скоро мы переедем, а мы живем там в съемной что ли, я не помню. Я говорю, мы скоро переедем там в квартиру, 90 квадратов, нового мужика, и мутим турнир. В этом турнире должен подраться Жуман Жумабеков, кто еще должен был, Мурат Абдрахманов, Азамат Аббилов, короче, много ребят достаточно интересных, по всему Казахстану, Шингисхайранов, в Астане, Каспорт-трансляция. Я всем договоры отправляю, обещаю, все говорю, приедете, здесь все получится, поставщикам, все там. Каспорт-трансляция и в Актау этот турнир походят. Это шестнадцатый год, насколько я помню. А у меня один спонсор обещал все там покрыть, расходы, расходы проходили 15 миллионов тенге. Два дня ровно остается, мы встречаемся. Я жду, жду, они говорят, завтра, послезавтра, завтра, послезавтра. Два дня остается до турнира, они меня вытягивают, денег не будет. Я уже все всем пообещал, руки пожал. Что я сделал? Я пошел, вышел, пошел домой, взял эти документы от квартиры, созвонился с тремя пацанами, которым сказал, эта квартира стоит 15, я тебе дам за 10. В ночь продал эту квартиру, за ночь и провел мероприятие. Кому не хватило, я потом докидал. Вот он, еще что-то откуда собрал и раскидал. То есть, видишь, вот этот вопрос, если брать по важности, для меня это было, знаешь, как бы, квартира, брат, у тебя нет квартиры, это для тебя самое главное в жизни, образно говоря, в бытовом плане. Я продал квартиру и провел турниры. Так что, вот эти ситуации, то, что мы там не смогли там провести, это чепуха полнейшая. То есть, это несложно. Так что, я думаю, ничего сложного нет и все мы это пройдем, все это сделаем, организуем. Это я вот к нашим фанатам. Мы в этом спорте, когда, как бы сложно не было, когда бы не было, я всегда говорил одну вещь. Я всегда, пока я жив, пока бьется мое сердце, я буду в спорте, всегда буду двигаться во благо спорта. Без разницы где. Так что, 20 числа, бьется мы пройдем этот ивент, сделаем его достаточно интересным. Вы можете в PPV посмотреть, в большинстве телевизора, в бездеремемберге, на подписках на сайт, в 40-мемберге, на 15-мемберге, тоже 100-мемберге. Поэтому, мы в индустрии, мы в ММА промоушненце пойдем в отчетках, в Жангеллере пойдем в отчетках. Это все. В принципе, даже я понял, что ты сказал, про то, что можно посмотреть турнир по пей-первью, цена небольшая. Сколько будет? 1000 тенге. Ну, 990 тенге, если быть точным. По поводу, раз у нас формат такой, свободной беседы, и у нас прямой эфир. У меня тоже есть хороший товарищ, он организатор турниров. Я вообще думаю, что, знаешь, организатор турниров отчаянные люди, которые действительно готовы последние отдать уже. И вот он проводил турниры, они назывались Warrior's Way, к сожалению, но ребята уже закончили проводить как раз, потому что они потратили очень много денег своих, в итоге ушли в какой-то, ну, минуса. И в какой-то момент он меня позвал на турнир, у них, по-моему, был тоже юбилейный такой турнир, пятый или какой-то, я уже точно не помню. Я приезжаю, и вот у организатора, главного, у него брюки, ну, джинсы порваны. Я говорю, Олег, у тебя джинсы порваны. Он говорит, да, нет джинс, вот может быть, что-то там получим, я уже всегда куплю джинсы. Красавчик. Причем, что, ну, турнир был такой, ну, достаточно большой, там, тысяча была человек или сколько-то столько, ну, то есть, не прям маленький, какой-то местечковый турнир, а вот у парня последние деньги он потратил, даже джинсы не было, не порванных. Не, прикольный формат мы снимаем, кажется, Да, я не знаю, мне кажется, это надо у зрителей спрашивать. если вы, если вы, если вы, если вы, формат лайф-турнирдей, онойтин былся, астинда, пыкарлеринзды жазып, бізге хабар берегензер, осын жалгастыргатырсамыз, біздин карабала шоу бар, найзадай подкаст бар, женейде осы шарамыз бар, берерн, осынай лайф-какую шыруге тарсамыз, джинсыр жумыстаныватыр, біздинэнды, найзадартинын, джинсыргатыр, бяр, бяр, Друзья, вы все-таки напишите какие-то вопросы, вот, я вижу, что много на казахском написано, но я прочитаюсь, да, переведу тебе, есть, кстати, давай, пока что, я прочитаю что-то, да, спрашивают прогноз на гран-при Артем Резников против Эдуарда Бартаняна, есть у тебя мысли по этому поводу? Че говоришь? Мысли по поводу гран-при Эйсей, Артем Резников против Эдуарда Бартаняна, я думаю, сегодня Артем Резников уже, если он подойдет в той же форме, как и был в лучших своих боях, я думаю, Артем Резников без проблем задушит его север-югом. Все зависит будет от формы, в принципе, морально, психологически там поддавить Артема очень тяжело, то есть у него были и тяжелее соперники, которые там как-то хотели поддавить, как-то хотели напугать, в этом плане он красавчик, вообще нет, самое главное, чтобы он подошел в форме, меня просто вот одно, но иногда в Артеме беспокоит то, что он как бы циклично тренируется, то есть не всегда, а вот как бы всегда вроде в спорте, но набирает много, вот эта проблема, наверное, для него то же самое, можно набрать там 20 килограмм, потом гонять и уже как бы непонятно, но в целом Артем это сильнейший боец, я думаю, сегодня в ИСЕ и в его весе, мало кто ему может конкуренции пока, но не то, что, как тебе сказать, выиграй, да, Артема, по поводу его соперника, там были и по семье соперники, даже тот же Кошкин, что говорить о других, что говорить, а я, сейчас захейтят в комментариях, потому что Вартанян Кошкин побеждал все время, не, ну я и говорю до этого Раисов, Иисуф Раисов, не, да, проблем нет, он выиграл. Вартанян его тоже выиграл. А, тоже его выиграл? В последнем бою же. Остановите эфир. Вот это, еще одно доказательство. Вартанян. У нас еще прямой эфир, да, Вартанян хороший? Вартанян выиграл и Кошкина, и Раисова. Не, я просто этот, подзабыл. Ну, в целом, увидим, как этот бой сложится, но я уверен, что Артем намного сильнее вообще по и по борьбе, и по физухе, и по функционалке, наверное, будет лучше, и по морально-волюм качествам. Знаешь, что интересно оказалось, я вот сейчас записывал интервью с Вартаняном, оказалось, что тоже он в Казахстане в детстве жил. Да. Не, что теперь нам делать? Не драться им, что ли? Не знаю, сложно тебе за кого-то болеть, тебе будет. Не, ну, почему я буду болеть за Артема, почему мне за Вартаняна, я его даже не знаю. Если бы знал бы хотя бы. Я думаю, что стоит тоже немножко вот наша коллега, человек, который тоже работает на Найза ТВ, Виктория, она скоро, по-моему, завтра должна записывать большое какое-то интервью с Артемом Резником. Если вы не устали еще от Артема Резникова у меня на канале, то скоро он появится на Найза ТВ. Что-то интересное из комментариев ты нашел? Вот, смотрю. Да, пока еще, пока Нурбек выбирает тоже какой-то интересный вопрос из комментариев, я хочу вам напомнить, что вы можете эти комментарии отправлять прямо сейчас в прямом эфире, либо вы можете потом, когда, если смотрите, например, это не в прямом эфире, а уже в записи, вы можете оставлять просто в комментариях к этому видео комментарии, изнените за тавтологию, и мы потом их посмотрим. Может быть, есть какие-то советы по тому, как лучше нам вести прямые эфиры, что добавить, что убрать, какие новости, например, обсудить в следующий раз. Так что пишите, мы все проверяем, все смотрим, и это всегда интересно и как раз какой-то добавляет огонька в прямые эфиры. Вот такой вопрос, и часто я слышу, почему, говори, киргиз, дерется в главный бой вечера, они, Диаз, иринга, ипо, в целом, если так брать, они все находятся в ППВ, главный карте. И, былардың, не карта туулескен, не баста жекпе жегінде туулескен, не егезінде, был жерде, Нариман Абасы, Фаниль Рафикпен, бейс раунд туулесу керек болатын, сол шын, был жекпе жек басында тұрды. И, жанак Ауысунау ойланысты, басынан, ау-тастамауға тұрстық, сол жерде қалдырдық, аргары жалғастырып жатыр, өзерін жекпе жектерін. Диаз, қасындаға тұрған спортшылардың бәрі белбеу үшін таласады, сонуқтан, кім бүмірінші, кім екінші, кім екінші, кім екінші... Вообще, иногда даже бывает так, что последнем бою драться очень сложно. Знаешь, почему? Вот, карт стоить 10, ты дерешься, подходишь к главному бою, и все встают и уходят до тебя еще. И ты дерешься в полу, как говорится, в свободном зале. И такое бывает. Когда ты проводишь, не знаю, со зрителями, наверное, очень важно смотреть именно местного бойца но случай с нариманом нариманов кастами же хорошо знает тем более он родился в кастами шинкенте шинкенте или в таразе гид родился ну то есть а изображенцев у нас много в целом его поклонников очень много ханыбек успел завоевать аудиторию то есть если так брать по значимости этот бой я думаю действительно крутой был бы да если со зрителем проводился но мне кажется еще тоже да стоит отметить что действительно изначально планировался его бой с фанелем но я думаю ты про это говорил да на когда такой вольный перевод опять начинается вот и все-таки действительно наримана басов сегодня это звезда уровня снг и кроме него в карте прям именно звезд такого же уровня нету поэтому он собственно заслужил main event и конечно хотелось бы чтобы это был бой с ванильным рафиком но как мы уже как вы уже видели если вы смотрели наш прямой эфир самого начала мы позвонили поняли и он продемонстрировал нам заключение от врача у него закрытый перелом ребер поэтому вот что имеем то имеем собственно что-то еще интересное я думаю достаточно так много чего интересны мы сказали баршаңызға рахмет сұрақтарыңызға осылай бірге болыңыздар и түсінікті болушын а я все-таки думал что надо еще добавить сегодня прилетел с утра шафхат рахманов о я шафхат рахманов шафхат рахманов кстати вот таком в карабалашо в прямом эфирме пока вот я хотел тебе пройдет я хочу яхтетет предложила зарай зарай заранее презенту я доста шафхат асу жанемен юхи и күжесе селес калай вот тоже еде калай болды дыген найза найза и туп найза давай куруге тарсларын аку куруглер низгесе біздер жасова тарсамс да какие-то будут интересные истории так милая в сша у вас вообще про бой можно обсуждать очень много вообще шафхат асу когда вместе собирается еще там я всегда много интересные истории я еще все не рассказал нужен перевод тогда будет нужен казахском будь это обязательно транслить костюм с ними не обижайтесь надо в прямом эфире поставить чувство для меня это наши наши болельщикам наши фахат местным тоже нам на казахском по-любому не это точно просто я думаю что знаешь все на если у тебя будет такой эксклюзив можно сказать первый к тебе придут они еще в прямом эфире то я можно сделать и на русском она казах мы а потом на русском сделать для русской зовите меня тоже интересно будет ты уже попрощался да да это я нет я просто не сказал ты прощайся уже сюда у нас все я вода для пил уже идти надо да друзья такой у нас был экспериментальный формат пишите понравилось вам это или нет пишите больше комментариев и на казахском и на русском на казахском будет читать нурбек на русском я я вот увидел только один кот там интересный вопрос я могу сейчас еще посмотреть на всякий случай вдруг у что-то новое написали чтобы тоже никому не было обидно пишут что когда работают мастера своего дела получается хороший выпуск спрашивать когда я начну вести эфиры на казахском но опять же мне для этого нужно выучить казахский как минимум кстати многие хвалят а вот тоже какой-то критики на всякий случай накиньте чтобы понимали что что-то надо тоже делать лучше потому всегда нужно улучшать но мне кажется этот все какие-то пишут реально хорошие вещи непривычно ребятам в интернете все пишут хорошие комментарии в любом случае спасибо вам что вы нас смотрели опять же повторюсь что на наиза тв теперь будет много прямых эфиров постараемся перейти в этот формат у нас есть для этого все оборудование мне кажется так получается более как-то живо непринужденно и интересно повторяюсь в какой не знаю в пятый раз то что не забывайте писать комментарии о том что улучшать что убирать что добавлять мы все это читаем и на все это реагируем подписывайтесь на социальные сети найзы к сожалению так прямой эфир плашка с социальными сетями не может выйти у нас сейчас сбоку экрана но вы можете просто набирать в инстаграме найза вы можете в ютубе набирать найза где еще есть фейсбук да есть найзы же нету с днем рождения поздравить большинство кстати у нурбека сегодня даже не просто уже успели за кадром отпраздновать тоже напишите нурбеку поздравления потому что представите человека вот турнир практически в день рождения и он вместо того чтобы сейчас праздновать и веселиться где-то занимается турниром нормально нормально все мы кайфуем от турниров до лучший подарок на день рождения турнир вот тоже слоя часть надо до старых куб прахмет берге был андар инзуга хаула стону пакалерин застырын дерге жалуны злар бузын парашам за таки вон зара салам алейкум выключать эфир если он все еще остается на всякий случай проговорим что постараемся выходить раз неделю а может быть даже чаще а и и Продолжение следует...